Обладатели квартир в новом доме на Диносе обживают квадратные метры. Сделать эти хлопоты приятными им помогают представители подрядной организации, администрации, управления коммунального строительства. Со счастливыми новоселами пообщалась и Юлия Томилина. Вот у нас объединительство. Михаил Соберзянов вместе с супругой обживают новую квартиру. Совсем скоро свое место на полках в шкафу займет любимый семейный фарфор. На стену хозяин квартиры повесит новый ковер. Он уже ждет своего часа. Старый выбросили вместе с воспоминаниями о ветхом доме. Месяц назад люди покинули опасное жилье. Не дует, не дует. Чисто. Главное чисто. Живем не на болоте. А там мы жили на болоте. Там тараканы. Облегчить жизнь новоселам как могут помогают специалисты, которые возводили дома. По просьбе Михаила Соберзянова рабочие, например, провели телевизионный кабель. А в квартире Надежды Мухиной заменили входную дверь. Прежняя показалась владельцем некачественной. Всем лучше. Видно, что нормальная дверь. Шумоизоляция. Все замечательно. Там была прямо щель у нас под дверью в подъезд. С той дверью. А сейчас хорошо все устраивает. В рамках гарантийных обязательств подрядная организация заменила им дверь. Все. Жильцы довольны. Все. Буквально за 3-4 дня все решилось. Все хорошо. Без внимания не оставляют ни одну просьбу жильцов. Уже сегодня рабочие приступят к ремонту натяжного потолка в квартире Валентины Бахваловой. В новой однушке женщина живет и не нарадуется уже месяц. Конечно, довольна. Чем та квартира у меня была. Там вообще. Я как жила, как в подвале. Я даже вот на улицу выйду. От меня воняло вот эти прелеты. Вот тот самый дом, в котором еще месяц назад жили наши герои. Вернее, то, что от здания осталось. Здесь попросту опасно жить. Сгнившие полы, потрескавшиеся стены, деревянные перекрытия. Благодаря действию программы по переселению граждан из ветхих и аварийных домов в новостройке людям ничего не угрожает. Дом по адресу Сакаеванцетти-6 был построен в 1961 году. Признан аварийным в 2011 году. Ввиду того, что проживать в этом доме было небезопасно, дом включен был в программу переселения ветхого аварийного жилья. Гражданам, проживающим в данном доме, были предоставлены новые квартиры. Всего в этом году в новые квартиры переедут порядка 300 первоуральцев. Под снос попали 9 домов. Юлия Томилина, Денис Неугодников. Хроника дня.